Итак, всем привет, с вами Макс. И что же нужно хорошему, нормальному русскому мужику, который просто хочет немного передохнуть? Именно, да, рыбалка. Но в нашем случае это интерактивная, интересная и виртуальная рыбалка, на которую можно обратить внимание из того, что было вообще создано за все время. Потому что, во-первых, первое, это онлайновая рыбалка. Второе, она сделана, включая все входящие и исходящие приколы с рыбами. То есть, какие наживки, на какие рыбы, на какой глубине. Третье, во-первых, это общение, это атмосфера. Атмосфера та, которая создается, допустим, на одном болоте, с сидящими тремя-четремя-десятью рыбаками, короче, в переписке. То есть, тут реально интересно, и вы все это увидите. Итак, ну что ж, перейдем ближе к игре. Давайте начнем с меню. Вот, все как всегда. Да, первое, обращу ваше внимание, поменять кнопки на данный момент невозможно. Скачать игру возможно, у меня подсылочки, как всегда. Вот, и еще разрешение пока мест тоже не меняется, снимая на моем 1920х1080, хотя планировал 1280х720, но разрешение не меняется, на стройке графики не меняются. Вот, ну, это обосновано тем, что это только еще бета, она еще будет дорабатываться. Но я думаю, настройки могли бы уже и включить в это все дело. Вот, они как бы одно из важных таких приоритетных вещей для многих. Ну, все же будем возиться с тем, что есть. Ну, так, ну что, поехали. Так, что мы здесь имеем? Здесь у нас есть удочка. Давайте, наверное, проще показать через магазин. Тут идет, как бы, у меня рыбак, я, господи, рюкзак. Вот, здесь я могу себе снабдить три удочки. Это ваша, то есть, как бы так, это ваш инвентарь. Тут, вы видите, можете переключать там удилище, катушки, лески, там, да-да-да-да, короче. Просто у меня, допустим, уже закрепленная за вот этой удочкой, вот именно вот эта, получается, катушка и эта леска. С этим крючком, это вот ображается запасной крючок и спиннинг, на который я еще не апгрейдил ничего. То есть, вот как-то так. Здесь вы вмещаете в себя и, получается, дедов рюкзак, то есть, которым вы можете все носить. То есть, эхолокатор, ножи и всякие приспособления, которые увеличивают вам статы. Да, в игре есть статы. То есть, вы прокачиваете своего персонажа. Но это выглядит немножко по-другому. Ну, то есть, каждая прокачка добавляет ровно 1% к какому-то там определенному пункту наподобие, там, скажем, ну, вот сейчас я вам покажу. То есть, это у меня поплавочник. Вот, увеличивает цену и шанс клевок крупной рыбы на 1% за уровень навыка, если использовать поплавочную снасть. То есть, ну, вы поняли. Ну, и так и дальше, и дальше, и дальше. Вот, здесь наша статистика. Да, моя любимая рыба, рак обыкновенный. Последнее время, чтобы поднять лаванду, я, короче, на раках, короче, поднимал. В принципе, прикольная тема получилась. Ну вот, ну что ж, перейдем дальше. Что у нас здесь? Мировая карта. Здесь у нас действительно много точек, но попасть мы их можем по набиванию ранга. То есть, допустим, чтобы перейти на эту точку, нам нужен 15-й разряд. Возвращаемся. Турниры. Здесь проводятся турниры. Вот, разряды, которые принимаются в этом участии. И с 1-го по 500, и снайпер-юниор, допустим. Ну, их дофига. Вот, допустим, миллионик с 1-го до 500-го. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Лаборатория. Здесь мы можем смотреть на такие, скажем, новые разновидности рыб. То есть, прокачивать и интересоваться все-таки лабораторией тоже интересно. Потому что, ну, как вам сказать, в приоритете выловка на лучшую рыбу. Дом. Это ваш дом. На данный момент у нас нет никакого дома. Но, чтобы купить, нам надо 5 тысяч кредитов, чтобы взять захолустную. Скажем так, будочку. Вот, Васька. Можно покормить. 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 Еще раз покормить. Золотая рыбка на перегонке. А это уже квесты идут. То есть, у нас тут, как всегда, квестов хватает. Вот. Ну, что ж. Я думаю, перестает перейти к самой рыбалочке. А, кстати, да. Между прочим, кому интересно, здесь энциклопедия по рыбам и как их ловить. И вообще, ответы на все вопросы находятся вот в разделе рыбы, а я. Ну, то есть, от А до Я. Вот. Тебя перекидывает на сайт фирмы. И там как раз вот именно вся энциклопедия и находится. Здесь ваши денежки, а здесь валюта. Вот. Ну, что ж. Переходим в карту. Я нахожусь сейчас на базе, на самой начальной подмосковной базе. То есть, где все начинают. Поэтому выбираем здесь местечко. Давайте, это будет туманная гладь. Вот. Тут как раз ночь. Когда переходим в локацию, значит, мы здесь все вместе сидим. Давайте напишем всем ребятам привет. У нас уже все выбрано. И просто закидываем. Сейчас объясню, что к чему. Слева у нас появляется эхолокатор, короче. И мы видим расположение дна. Вот. Мы можем с помощью настройки глубины подкрутить. То есть, допустим, подкрутим на 201. И перезакинем еще раз. Видите, наш поплавок, ну, не поплавок, вернее, наша наживка с крючком опустилась на почти дно. И сидим, ждем, как на обычной рыбалке. То есть, что-то должно случиться. Так, сейчас пока никто не отвечает. Обычно на вот этой локации немерено людей. Вот. И тут всегда общение какое-то идет. То есть, допустим, в мировом чате у нас постоянное. То есть, люди рубятся в разговорную войну. Вот. Вот клевают. Итак, для того, чтобы подсечь, вначале надо нажать пробел. Если вы сидели в чате, то нужно, вот, когда только поведет, кликнуть левой кнопкой мышки. Вот. Вот мы подсекли, потом пробел. С помощью Г-кнопки мы подтягиваем. С помощью катушки, с помощью кнопки H, мы подтягиваем с помощью удилища. Мы поймали голец обыкновенный. Похвалиться мы этим не можем. Но здесь написано. Ваш рекорд. 58 грамм, крупный вес. 61 грамм, максимальный вес 75 грамм. Мировой рекорд. Градобой 75. Итак, по поводу мировых рекордов. Когда вы ставите мировой рекорд, есть то ли миф, то ли реальность. Вам начисляется валюта игры. Что очень интересно. То есть, для этого, ну, вам может повезти, и вы можете реально выиграть валюту игровую. На которую можно купить дополнительные спецснасти. Которые находятся в магазине. Которых, блин, все-таки немерено просто. Вот, опять поклевка. И, и, момент истины. Это рыба. Может, что-то тяжелое, потому что она тяжкая идет. Да, окунь 404 грамма. Да, окунек клюнул таки. А червь есть червь все-таки. Дешево и сердито. Кстати, поначалу тут очень жесткая политика. Не стоит покупать самую дорогую наживку. Потому что, ой, вы просто, если вы не знаете, как, что, где клюет. Если вы не узнавали, вы просто прострете кучу денег. Тем более, наживка есть дорогая. И чем крупнее рыба, тем дороже она стоит. Это, кстати, по ним сразу можно писать. Тут сразу саппет тоже на 6 килограмм или на 30 рыбинок. И пишется, если вы заметите, вот здесь вот эта цена, опыт за рыбу. И тут цена и опыт. Итак, последняя рыбинка, на счастье. И будем заканчивать на этом обзор. Потому что, все-таки, тут надо играть. Тут надо играть. Я напомню еще раз, что вы сможете, сможете просто взять и скачать у меня ее под видео, по стандартной ссылке. Вот, кстати, мне уже начали на локации отвечать рыбаки другие, которые здесь же сидят. Ну, давай. Оп. Наверное, рак. В очередной раз. Да, точно, рак обыкновенный, 133 грамма. Но он, блин, дорогой. Вот. И, 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 и. Что ж. Возвращаемся на базу. Нажимаем на садок. Продаем все. И зарабатываем целых 16 кредитов. А, да, еще маленький момент. В магазине вы действительно сможете закупиться, с чем, с чем вы просто хотите. Тут можно потом в дальнейшем и на акул, и на все ходить. То есть, тут обалдение просто. Тут 45%, вот это вот то, что пишется, вот 45-4, это усилие, которое прилагается на катушку. Чем выше этот процент, тем менее усилие уходит. Вот тут наживки. Наживок вообще немереное количество просто. Вот это у нас идет рюкзаки. А вот это у нас идет кепки. Кстати, тут тоже еще вверху закладки, эхолокаторы. То есть, ну, полный комплект. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, оставайтесь с нами, качайте игру и играйте в удовольствие. До новых встреч, друзья.